Моё сообщение будет посвящено тучным клеткам и тому состоянию, которое они сегодня занимают в онкологии. Тучные клетки... Простите. Название тучным клеткам дал Эрлих, но описал их как гранулярные клетки тканей Реклингаузен еще раньше. В принципе, тучные клетки наблюдают, или гомологи тучных клеток можно встретить практически во всех таксонах животных. Основные свойства. Мы знаем, что тучные клетки – это эффекторные клетки аллергии. При контакте с тучными клетками иммуноглобулина Е, антител этого класса с аллергеном, происходит выброс множества медиаторов, и вслед за чем развиваются общеизвестные проявления аллергических реакций. Тучные клетки гетерогенные выделяют два типа. Один тип характеризуется по выработке двух протеолитических ферментов – химаза и трептазы. Один тип располагается вдоль слизистых, под слизистыми оболочками, другой тип – в соединительных тканях. На этой таблице показаны различия между этими двумя типами клеток. Иногда они существенны, иногда не очень. Но следует сказать, что тучные клетки весьма пластичны, и по всей вероятности принадлежность к тому или иному типу зависит от их локализации. Один тип может превращаться в другой, и это деление на мукозальные и соединительно-тканные клетки условно. Распределение в организме. Наиболее интересное свойство тучных клеток заключается в том, что они любят располагаться вдоль сосудов, и вот это главное, что связывает их с онкологией, и вдоль холинергических и пептидергических нейронов. Множество нейромедиаторов содержится в тучных клетках и выделяется при догрануляции. И эти медиаторы, множество их, и колоссальное разнообразие как раз и привлекает к ним внимание и тех, кто работает в области иммунологии, и тех, кто занимается иммунопатологией, и вот онкологов в последнее время. Тучные клетки имеют рецепторы для иммуноглобулина Е, это общеизвестное свойство. Но кроме этого, давно показано, что на тучных клетках есть рецепторы и для иммуноглобулинов класса G, то есть для антител тех классов, которые вырабатываются в ходе практически любого иммунного ответа. Любая инфекция, любое заболевание, любой вообще инфекционный, маломальский инфекционный или аутоиммунный процесс спровождается выработкой этих антител, и, следовательно, такие антитела имеют для себя рецепторы на тучных клетках. ФЦ-рецепторы связывают иммунные комплексы, а дальше наступает дегрануляция этих клеток с выбросом огромного количества медиаторов. Вот тут они перечислены, сгруппированы. Есть преформированные медиаторы, которые выбрасываются мгновенно, типа гистамина, например. Есть липидные медиаторы провоспалительного типа действия, и есть огромное количество цитокинов и химокинов. То есть тучная клетка – это вообще такая колоссальная аптека со множеством действующих веществ. Вот благодаря наличию ФЦ-гамма и ФЦ-эпсилон-рецепторов тучная клетка способна присоединять антитела, к ним антиген, это вызывает перекрёстную шивку на мембране, и дальше идёт дегрануляция, о которой я сказал. Опухоли. Показано, что имеется хорошая, чёткая корреляция между наличием в опухоли или вокруг неё тучных клеток, чем их больше, тем более продвинутым оказывается опухолевый процесс. Коррелирует их количество с высокой скоростью оседания эритроцитов, со снижением гемоглобина и альбумина, и, главное, с выживаемостью больных. Вывод из этих корреляций такой, что чем больше тучных клеток вокруг опухоли, тем опаснее для больного, тем хуже прогноз. Тучные клетки скапливаются вокруг опухоли, вокруг сосудов, при этом показано, что они регулируют ангиогенез, то есть если бы можно было убрать тучные клетки каким-нибудь образом из опухолевого окружения, то тем самым можно было бы пресечь или ограничить неоангиогенез и, соответственно, метастазирование и прочие опухолевые процессы. Таким образом, инфильтрация опухоли тучными клетками коррелирует с агрессивностью опухоли. Это данные из литературы. Здесь перечислены несколько моментов, три момента, которые суммируют или подводят итог под негативным вкладом, суммируют негативный вклад тучных клеток в противоопухолевый иммунный ответ. Во-первых, усиливается ангиогенез, о котором я говорил. Затем тучные клетки, благодаря выбросу множества провоспалительных медиаторов, усиливают провоспалительный шум вокруг опухоли. Это тоже неблагоприятный фактор, способствующий как раз росту, прогрессированию опухоли. И, наконец, тучные клетки, благодаря способности реагировать на иммунные комплексы, на антитела класса ИГГ, могут противодействовать формированию клеточного иммунного ответа, который, собственно говоря, считается защитным, наиболее эффективным, протективным иммунным ответом против опухоли. Поэтому тучные клетки рассматривают как потенциальную мишень, перспективную мишень в противоопухолевой терапии. Вот здесь рассказывается об одном экспериментальном подходе такого рода. был получен, приготовлен химерный белок, который состоит из фрагмента распознающего FC-эпсилон-рецепторы, к которому присоединён экзотоксин синегнойной палочки. И в этой комбинации, в этой сложной молекуле FC-рецептор, специфичный фрагмент, обнаруживает тучные клетки, а экзотоксин подавляет функцию генов. Таким образом достигается некоторая противоопухолевая активность. Это показано в экспериментах на животных. Мы занимаемся тучными клетками, исследуем проницаемость сосудов, проницаемость, точнее, эндотелия для разных веществ под влиянием тучных клеток. Разработана вот такая модель, такая система для культивирования инвитро двух типов клеток. Обычные лунки для 24-луночного планшета, в них вставляются такие специальные вставки с пористым дном, с дырчатым дном, с очень мелкими порами, через которые клетки проникнуть не могут. На этой вставке растет эндотелий, заранее выращивается, а в нижнюю часть помещаются тучные клетки. Вот в такой системе вы можете делать, что хотите. Можно, например, активировать тучные клетки любыми вещами, которые вам нравятся, которые заблагорассудятся. Ну, в частности, вот мы использовали для активации тучных клеток иммунные комплексы, агрегированный гамма-глобулин и некоторые другие вещи. В верхнюю камеру помещается некое маркерное вещество. Вот мы использовали альбумин или липопротеины низкой плотности. И, значит, спустя разные промежутки времени, там от минут до суток, смотрели, сколько маркерного вещества просачивается, проникает через эндотелий вниз, в нижнюю камеру. Там определяли концентрацию этого маркерного продукта с помощью иммуноферментного анализа или биохимический. Вот некоторые данные. Тучные клетки, да, регулируют проницаемость эндотелия сосудов. Вот на этом графике показано, как в этой двухкамерной системе транспортируется через эндотелий липопротеины низкой плотности или альбумин. Видно, что без тучных клеток этот процесс довольно быстро идёт. Как только вы добавляете тучные клетки в нижнюю камеру, вот эти вторые столбики, вы сразу видите, как транспорт через эндотелий падает. Это говорит о том, что тучные клетки, вообще-то говоря, сдерживают транспорт, каким-то образом его подавляют. Если мы попытались использовать блокаторы гистаминовых рецепторов первого типа, так, это фармакологические препараты, известные аптечной доступности, оказалось, что как только вы подавляете воздействие гистамина, выделяемого тучной клетки, на эндотелий, как вот этот ингибирующий эффект, сразу уменьшается. Вот это третий столбик, вы это видите. Дальше идут по два крайних столбика. Это тучные клетки, активированные иммунным комплексом, агрегированным иммуноглобулином G. Здесь такая же ситуация. Только после активации тучные клетки снижают несколько свою способность ограничивать транспорт. Ну вот влияние гистамина. Для того, чтобы убедиться в том, что действующим фактором тучных клеток или основным действующим фактором является гистамин, мы провели такого же рода опыты с добавлением в верхние камеры просто очищенного гистамина, его раствора в разных концентрациях. Получили те же данные, по сути дела. Среди медиаторов, которые выделяются тучными клетками, есть известный всем фактор некроза опухоли. Это колоссальный, это очень мощный, сильный провоспалительный агент. Вот и представляло большой интерес посмотреть, как фактор некроза опухоли будет действовать на проницаемость сосудов. Проницаемость эндотелия – вещь очень важная, поскольку эндотелиальный барьер регулирует прохождение опухоли, прохождение к тканям и ростовых факторов, и питательных веществ, и, в конце концов, клеток иммунокомпетентных. Таким образом, проницаемость эндотелия – это вопрос номер один. Оказалось, что фактор некроза опухоли точно так же вызывает повышение проницаемости эндотелиального барьера для липопротеинов низкой плотности и эндотелия. Здесь мы исследовали, какие внутриклеточные молекулы внутриклеточной сигнализации задействованы в эффекте фактора некроза опухоли в отношении эндотелия. Оказалось, что это одна из киназ внутриклеточных. С помощью набора ингибиторов мы обнаружили, что это киназа вот эта. Вот здесь показан внутриклеточный сигналинг, вот киназа, от которой зависит активирующее действие ТНФ на транспортные свойства эндотелия. Таким образом, в заключении можно сказать, что по сегодняшним данным, как литературным, так, в общем-то, и скромным нашим, трудно сказать, трудно приписать какую-то одну определенную роль тучным клеткам. О них нельзя сказать, что это сугубо проонкологический фактор, но также нельзя назвать их и антиопухолевым фактором. То есть тело значительно сложнее. Но тучные клетки регулируют ангиогенез, могут его стимулировать, и это их отрицательное свойство, они ему способствуют. С помощью гистамина и фактора некрозоопухоли, а, возможно, и множество других своих молекул, они могут регулировать барьерные функции эндотелия, и это тоже вещь немаловажная, указывающая как за, так и против в онкологии. И, наконец, конечно, главнейший вопрос – это как влияют ли вообще тучные клетки на проницаемость сосудов для иммунокомпетентных клеток. Это вопрос, который мы в настоящее время исследуем. Спасибо за внимание. Спасибо.